В эфире программа «События» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. 8 минут 48 секунд. Самарская ракета «Союз-ФГ» вышла на орбиту. Сверхточный GPS-навигатор. Новые достижения самарских ученых. Внедряют новые идеи. В Самаре проходит международная научно-практическая конференция, посвященная развитию транспорта. Самарская ракета «Союз-ФГ» стартовала сегодня в полдень с космодрома Байконур. Ее задача – вывести на заданную орбиту пилотируемый корабль новой модификации «Союз-МС-02». Пуск произошел в назначенные 11 часов 5 минут по московскому времени. В команду старта на космодроме вошли пятеро детей от 5 до 9 лет. Это победители Всероссийского детского космического проекта. На то, чтобы достичь орбиты, у самарской ракеты ушло 8 минут 48 секунд. Путь до МКС займет двое суток. В составе основного экипажа корабля космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также американский астронавт Роберт Шейн-Кимброу. Планируемая продолжительность их полета – 130 суток. В научной программе российских космонавтов более 50 биологических, технических, медицинских и других экспериментов. Сверхточный GPS, который не обманешь, ученые из Самарского университета, разрабатывают новый навигационный приемник. Проект выиграл федеральный грант на 2 миллиона рублей, а его создатели уже заключили коммерческий договор на производство оборудования на основе своей технологии. В лаборатории ученых побывала Валерия Макарова. GPS-навигатор будущего делают здесь. В одной из лабораторий Самарского университета создают навигационный приемник на основе собственной технологии. Она точнее и мобильнее существующих. Для нее в жизни найдется сразу несколько применений. Можно сделать высокоточный компас, который не будет уходить в соответствии с временем. Это можно сделать точную систему для синхронизации времени или приемник, который будет работать в сложных условиях. Или быстро фиксировать позицию с высокой точности до миллиметрового уровня. Ученые для себя определили три главных направления работы. Создание новых устройств, повышение точности позиции и так называемый снэпшот технологии или технологии мгновенных измерений. Проще говоря, такой приемник работает не постоянно, а включается, чтобы определить местоположение и отправить данные на удаленный сервер. Занимает это около сотни миллисекунды. Информация обрабатывается на сервере, так что подделать данные на месте просто невозможно. Курирует работу лаборатория профессор изданий Кай Буре. Он и предложил первым использовать технологию мгновенных измерений. Технология будет востребована, поскольку в классическом приемнике требуется один-два года для внесения изменений, а в программном приемнике всего два-три месяца. Так что от идей до рыночного продукта проходит меньше времени. Это делает нас конкурентно способными. Пока есть только математические модели изобретения, но уже сейчас ученые начинают приносить свою теоретическую идею в железо. Сделать это поможет грант на 2 миллиона рублей от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Валерия Макарова, Григорий Плешаков, События. Подводят итоги годовой работы и внедряют новые идеи. В Самаре в девятый раз проходит международная научно-практическая конференция, посвященная развитию транспорта. Ежегодно в ней принимают участие более 250 человек. Цифровые процессы в работе железной дороги и модернизацию логистики – первое, что обсудят участники конференции. Важной задачей является вовлечение молодежи в тематику, чтобы они понимали, о чем говорит научная общественность. С 19 по 21 октября молодые ученые представят свои идеи – лучшие будут внедряться в работу железной дороги. Рождаем свежих идей, свежих коллективов, чтобы вливались в эту работу, чтобы глаза все больше и больше загорались у студентов от научной работы. Постоянно, каждый день, каждый месяц что-то появляется, что-то внедряется, что-то лучше отбирается, что-то отсеивается, что-то не выдерживает критики. Ну, идет процесс. Прогресс не остановить. Далее, коротко о других темах дня. Константин Букреев официально вступил в должность прокурора Самарской области и уже представлен коллективу. Букреев родился в 1978 году в Хабаровске. Сделал карьеру от старшего следователя до начальника управления Генеральной прокуратуры в Центральном федеральном округе. Теперь этот пост занял Мурат Кабалоев, экс-прокурор Самарской области. В Курумыче при посадке самолета скончался 59-летний пассажир рейса Краснодар-Самара. Мужчина страдал онкологическим заболеванием четвертой стадии. Обстоятельства случившегося устанавливаются. В Самаре многодетного отца могли убить родственники беременной любовницы. Следователи рассказали некоторые подробности шокирующего преступления. 49-летний погибший встречался с молодой девушкой, но с ее родственниками у него не сложились отношения. По подозрению в убийстве и задержали отца девушки. Как оказалось, она была беременна. Возможно, это и послужило катализатором конфликта между мужчинами. В квартире девушки обнаружены следы крови. Расчлененное тело погибшего при помощи георадара было обнаружено в указанном родственниками девушки районе. Причиной порыва теплосети на проспекте Ленина могла стать электромагнитная коррозия. Последствия ЧП, из-за которого две машины провалились под асфальт, уже ликвидированы. Рабочие выполнили демонтаж изношенного трубопровода и установили новый. Ремонт осложнился тем, что семь кабельных линий проложены в непосредственной близости к каналу теплосети. Что же касается машин, провалившихся в кипяток, то этот случай относится к числу страховых, и ущерб горожан, чье имущество пострадало в результате порыва теплотрассы, будет компенсирован. В Самаре появится мемориальная доска в память о Марине Цветаевой. Поэт была в Самаре дважды. В 1896 году вместе с родителями и в 1911 с мужем Сергеем Эфроном. По пути в Башкирию, в Усен-Ивановский завод, на кумысы лечения. По мнению следователей творчества и биографии поэтессы, она провела в Самаре около двух недель. Памятный знак появится на стене дома по улице Галактионовская, 41, где располагалась гостиница, в которой жила Марина Цветаева. Инициаторами установки стали ученики и учителя школы номер 174. Экзамен сдан на отлично. Школы в Волгаре и в Крутых Ключах, построенные в Самаре, в этом году отвечают всем современным требованиям. Как проходят первые месяцы жизни новых учебных заведений, проверил комитет по образованию городской думы. Гости пришли не с пустыми руками, подарили книги библиотеки седьмой школы. Как живется ученикам на новом месте, узнала Алина Чемерис. Урок черчения в специально оборудованном кабинете. Здесь даже парты такие, чтобы школьникам было удобно выводить ровные линии на бумаге. Восьмиклассник Дмитрий Мухамедшин за полтора месяца оценил все преимущества школы. Очень хорошая обстановка, люди тут хорошие. И самое главное, что здесь комфортно для обучения. Новые парты, то есть необычные парты, чтобы удобнее было чертить. Оборудование новое. Просторные кабинеты и коридоры, пять гардеробных, два спортзала, большая столовая и актовый зал под стать театральному, рассчитанный почти на 600 человек. Школа построена по современным стандартам. Учитывались все пожелания руководства, от оснащения классов до цветовой гаммы. В 57-й школе уникальная библиотека. Она расположена сразу в двух помещениях на двух этажах. Сейчас мы находимся в медиатеке. Здесь есть компьютерный класс, где дети могут найти любую необходимую для учебы информацию. А эта зона вообще изначально не была заложена в плане. Ее отградили по просьбе руководства школы, чтобы здесь можно было проводить уроки, используя наглядное пособие. Далее читальный зал готовый всегда встретить учеников. В школе стараются организовать и досуг учеников. Волейбол, баскетбол, джудо, танцы. Здесь больше десятка кружков и секций. Я, конечно, счастлива, что школа 57 продолжает свою славную традицию в стенах вот этого нового здания. Замечательно. Очень удобного для детей. Очень комфортного. И я думаю, что у школы колоссальные перспективы развития. И все будет замечательно. Сегодня в учебном заведении получают знания 800 человек с 1 по 8 классы. Комитет по образованию городской думы проверяет, как проходят первые месяцы школьной жизни. Эксперты отмечают, оформление и оснащение полностью соответствуют требованиям. 57-я школа включена в перечень высокотехнологичных образовательных учреждений региона. Будет оборудован класс, он будет наполнен робототехникой, то есть конструкторами. От разных возрастных групп, от простого до наиболее сложных. Дальше станками с ЧПУ. Дальше это 3D принтер. Лазерный принтер, чтобы не только стены были новые, но и можно было использовать все, что сегодня работано в образовательном мире. Всего школа может вместить тысячи учеников. Если проводить уроки в две смены, уже через три года здесь могут обучаться около двух тысяч детей. В этом году, кроме 57-й в Волгаре, в городе открылась еще одна школа, седьмая, в Крутых Ключах. Она также оборудована по последнему слову техники, а вместить может 1300 учеников. Алина Чемерис, Василий Калдашов, События. А вот что вы увидите в наших следующих выпусках. Взяли под стражу. Суд избрал меру пресечения насильнику-педофилу. Еще больше тепла. Глава города Олег Фурсов осмотрел новую котельную в железнодорожном районе. Фонтаны, арки и другие архитектурные композиции. В Самаре продолжается реконструкция склона площади Славы. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова